Как устроены наши воспоминания? Чтобы понять, повлияли ли фальшивые воспоминания на тайну появления лохнесского чудовища, доктор Фиона Гебберт провела эксперимент. Он показал возможности памяти. Нескольким добровольцам она показывает ролик об ограблении. Участники смотрят его парами, но они не знают, что второй участник в паре работает на Фиону Гебберт. Ее зовут Гловия. Они смотрят вместе ролик об ограблении, а потом обсуждают по памяти, друг с другом, то, что видели. У одного была маска. Да, он носил маску. Через пять минут после обсуждения с Глорией, участник вспоминает детали ограбления настолько точно, насколько сможет. Там было какое-нибудь оружие? Да, там был пистолет. Я думаю, там был пистолет. Он был в кожаной куртке. На их голову были натянуты чулки. Но после доверительного обсуждения никто из этих свидетелей не был точен. Там не было пистолета, не было кожаной куртки и не было чулка на голове. Чего стоит память после того, как 75% участников эксперимента меняет показания так сильно, и это всего лишь после пяти минут общения с другим свидетелем? Он определенно носил черную маску. Да. Что у преступника было в руке? У него был пистолет. Да. Это исследование показывает, что большинство участников эксперимента следуют за вторым человеком в паре и соглашаются с тем, что видел он. Это показывает, насколько внушаемой может быть наша память. Большинство людей считают, что их память работает как видеомагнитофон. Но образы, которые мы получаем через интернет, журналы и кино, управляют нашей памятью. С нашей памятью происходит нечто, что произошло на озере Лох-Несс. Множество людей увидели ложные образы, которые создали у них ложную память. Точно так же, как и у участников нашего эксперимента. Новые переводы, тексты и интервью смотрите на портале ятакдумаю.рф Продолжение следует...